Привет! Вот это классные мужские часы Hylon Iron N1, которые имеют достойные характеристики и я точно уверен, что на них нужно обратить внимание. Также есть один прикол, про который я расскажу вам в конце. Модель с говорящим названием Iron N1 выполнены в металлическом корпусе с защитой по стандарту MIL-STD810H, часики оснащены большим AMOLED дисплеем с диагональю 2,13 дюйма и возможностью блютуз звонков. Размер, как вы можете видеть, немаленький. Это одни из самых крупных смарт-часов, которые были у меня на обзоре и весят они 89 грамм, но к этому весу быстро привыкаешь. Что интересно, смотрятся они очень гармонично на моей небольшой руке. С виду гаджет смотрится солидно и не скажешь, что это бюджетные часы. Экран шестиугольной формы чуть утоплен, черных рамок почти нет, а на экране гидрофобные покрытия. Марка защищенного стекла здесь не указана. Углы обзора отличные, цвета сочные, запас по яркости достаточный. Я использую часы на средней яркости и мне этого полностью достаточно. По возможностям гаджета ничего необычного. Часы умеют делать все, что и должны уметь. Прием звонков и вызов с помощью часов есть. Разные измерения и мониторинг вашего здоровья, калькуляторы, календари, будильники, как у всех, а также полный отчет в приложении и в телефоне. А вот качество перевода оболочки страдает и это минус. Перевод особенно в спорт режимах особенно интересный. Управление простое и понятное и реализуется через три кнопки на корпусе. Правой кнопкой мы переходим в спортивные режимы, те что криво переведены. При синхронизации со смартфоном мы можем настроить это меню, добавить или убавить ненужные упражнения. А также после запуска тренировки в смартфоне будут отображены результаты этой самой тренировки. Также можно посмотреть GPS маршрут тренировки, заранее включив геолокацию на телефоне и все нужные доступы для трекинга. Это удобно. При нажатии круглой кнопки слева вы возвращаетесь в главное меню и можете выйти в спящий режим, нажав ее же, и вернуться из спящего режима. Шторка сверху стандартная и отвечает за некоторые функции настройки смартфона и за показатель заряда и сопряжения со смартфоном. Нижняя кнопка справа открывает меню со всеми возможностями часов. Функции стандартные, такие как измерение кислорода в крови, давление, сообщение, погода, женское здоровье, музыка, тренировки дыхания, секундомер, таймер, будильник, найти телефон, калькулятор, календарь, управление камерой смартфона, компас, барометр, сигнал бедствия и настройки. Долго зацикливаться не вижу смысла, все стандартно и понятно. Свайпом слева направо мы увидим отчет о дневной активности, сердцебиению, фазы сна, погоду, управление музыкой и возможность добавить еще функцию. Свайп слева направо откроет небольшое меню основными функциями часов, только с мини-иконками для быстрого доступа. Если вы хотите полностью пользоваться функционалом гаджета, то вам конечно же нужно использовать телефон с его приложением на смартфон. Оно сделано хорошо и понятно, и перевод хорош, косяков нет. В телефоне мы можем увидеть полную картину измерений вашего здоровья, настроить параметры вашего тела и возраст, а также отслеживать маршрут и активность тренировок. Так как по GPS мы увидим полную картину ваших занятий. Приложуха реально удобная. Заявляется, что проработают часы 25-30 дней ежедневного использования, зарядка за 2 часа. Но при своем тесте вот что я увидел. Если вы активно пользуетесь часами с приложением в телефоне, то за день они сядут около 10%, могут даже немножко больше. То есть это около 10 дней активного использования и то вряд ли. Но если использовать их чисто как часы, и то с отображением времени в режиме сна, вот как сейчас вы видите, то тогда они прослужат намного дольше, чем при активном их использовании. Тут уже нужно проверять лично. Я например когда юзал часики, в основном их использовал только в режиме часов и в спящем режиме. То есть когда на черном экране показывается время. Ну вот я так ими пользовался. В целом часы очень достойны внимания и мне они понравились. Еще кстати несколько месяцев назад. Хотя я этими часами пользуюсь около недели. Прикол в том, что я делал уже обзор на эти часы только под другим брендом. Cubot X1 кто помнит. А теперь они вышли под брендом другой фирмы. Но остались такими же прикольными и достойными вашего внимания. Цена кстати бюджетная, как для такого гаджета. По ссылке в описании вы можете заказать эти часы не только со стандартным силиконовым ремешком, который идет в комплекте. А до заказать еще и вот такой стальной ремешок, который придаст деловой вид гаджету. Имейте ввиду. Там кстати не только стальной ремешок, там есть несколько видов ремешков. Также силиконовых, но с другим цветом. В общем перейдете, посмотрите. Часики реально рекомендую мужчинам к рассмотрению. Пишите как вам этот гаджет, как вам часы и скоро увидимся. У меня для вас есть еще один экземпляр от этой фирмы, но теперь уже для женщин. Так что если девушки смотрите этот ролик, дождитесь обязательно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите обязательно комментарии, как вам часики. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok